Итак, вы запустили Фенген в первый раз. В центральной части экрана вас приветствует вновь созданный постер, сгенерированный в соответствии с базовым набором настроек. В левой и в правой части располагаются компоненты и регионы соответственно. В левом верхнем углу располагается логотип программы, при нажатии на который попадает небольшая менюшка. Наиболее интересные пункты здесь это сохранить карту в ПНГ, сгенерировать карту заново, сохранить ЮНИПТа, о программе и выйти. При нажатии на название раздела настроек вы переходите к нему. Некоторые разделы содержат собственные экраны. При нажатии на название компонента вы переходите к нему. В полном комплекте Фенген содержатся расы, языки, форм, редактор, сфери, артефакты и карты. В картографическом наборе содержится только компонент карты и редактора. В компоненте расы вы можете увидеть герб расы, ее положение на карте, характеристики, праздники, иерархии, характерные жесты и моральные ценности. В правом меню вы можете просмотреть внешнюю политику расы и ее владения, или перейти к нации. Нажав на имя, вы можете перейти к этому персонажу. В местном меню содержатся кнопки «Сгенерировать список рас», дабы сгенерировать все расы заново, или «Сгенерировать расу», чтобы заменить только одну. Количество расы назначается в правой нижней части экрана. В компоненте языки содержатся словарь для текущего языка, а также его правила. В местном меню вы можете сгенерировать язык заново или сохранить его как текстовый файл. Компонент лора имеет три раздела – «Чтение» для чтения лора, «Статистика» для просмотра статистика и «Генерация», чтобы сгенерировать еще несколько лет. Компоненты «Звери» и «Артефакты» содержат соответствующие списки. Компонент «Редактор» позволяет отредактировать карту под вашу собственную карту. После завершения работы нажмите на кнопку «Сохранить имя» для совершения соответствующего действия. При нажатии на эту кнопку в папку Unipta сохраняется его референс, характеристики и гербы всех раз, список наиболее важных персонажей в истории и их характеристики, наиболее важные события в истории, а также текстовый файл с языком. Приятного творения!